Хиршен Ария называется, однозначно Сейме Иисус Пири по-итальянски. Вторая идет Ава Мария Бахагуно, тоже с арганом. Прекрасно, дальше. Потом идет сразу для объединения двух религий Кадиш. Чей? Кадиш традиционный. Я знаю, может быть он сочинен Радоэлем, Брухом, нет? Нет, 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 он сочинен американским, не сочинен, обработан, это традиционно, но обработка для хора. Главного дирижера Иерусалимской синагоги, Яффе, он обработал, а напели мы это в Лайпциге, с хором Геванхауза, мужской состав. Это я сделал специально, как две религии, которые звучат отдельно. Очень хорошо, дальше? Дальше. Дальше идет романсная маурина из любовного напитка. Тоже хорошо, все пока не устроили. Дальше. Здесь идет Ария Вертера. Масней. Масней. Потом идет Ария Элеазара из жидовки. Гре-3. А? Гре-3 композитов, да? Нет. Не Гре-3? Нет. Галеви. 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 Не Верь Дитя Петрова. Угу. И идет О Позабудь Былые. Нет, сначала идет, я помню, чудное мгновение Глинки. Очень хорошо. Вот фортепиано, да? Да. Нет. Он играет под трио, как это было в натуре, звучало в свое время. Ну да, это оригинально. Оригинально играет три концертмейстра Мелитмейст Метрополитена. Их постоянное трио. Пианист, который аранжировки сделал, был аккомпаниатором Яши Хейшица. Вот этот пианист, который здесь играет. Дальше. Ой, позабудь Былые Увлечения. Это старинный. Не нужно. Да, мы лучше обойдемся Глинкину. Да, давай, поверьте. А потом идет Моцарт, концертная ария. Он написал четыре концертные арии для Голоса и Рояля. И это одна из этих арий. А еврейского репутара здесь нет? Идет последняя песня, идет, да, потом идет, как Соловей и Розе Хреникова. Да, на это можно. И потом идет Аглезен-элэхаймс, еврейская песня. И еще тьма еврейского репертуара, вот на оригиналах кассет. Тут еще есть отдельные пластиковые. Песни на идыше и песни классики. Пожалуйста. Ну что ж такое особое. Нет, это... Жан Пирс тоже был кантером, но он все пел. Да, да, да. А еще лучшим кантером был... Кантером. А нечего, что мы начинаем передачу о еврейской музыке с Абе-Марии. А не скатишь, не вспоминали молитв, уже мне начинают. Ну да. Не, ну тут есть шикарные совершенно вот религиозные вещи, еврейские. Что еврейское? Что же можно сразу начать? Сейчас. Теперь... Давайте послушаться. Назаренко сделает чуть погромче, ты сама понимаешь. Михаил Зайвич, вы можете взять наушники. Записано в большом зале консерватории. А кто играет на архе? Что не слышал? Там нет сигнала у него. Почему? Только что я с ним работал, все было. У меня все пошло. Санта-Мария. Я думаю, что в студии будет хорошо слышать. Да, он будет слышать это через микрофон к нему в наушники. Ваш голос пойдет. Ну да, да, да. Ну давайте так. Что у него за аппарат? Сейчас мы аппарат в этом слуховаем. Так, Саша, приготовь какую-нибудь вещь для начала еврейскую. Это будет вторая. Сейчас, надо с ним посоветоваться. Это что, 8 минут прошло? Да нет, по ходу религии, по ходу молитв. Понимаете, с еврейским текстом и молитвами. Найди эту. Она как называется? Дальше пойдем по компакту, там будет проще. А вы не хотите «Алидала и ныдыш», «Алидала и ныдыш» дать? Можно, это совсем другой характер. Там есть одна совершенно потрясающе красивая песня, называется «Алидала и ныдыш». Вот она здесь. Ну, может, мы ее дадим в конце. Она довольно подвижная, веселая такая. Это нет? Нет, это то, что он сейчас говорит первая. Да-да. Это первая? Это первая, отвечай. Это она, да? Я еще ничего не слышал. Она, да? С ее начинаем? Начнем. А вы не могли бы сделать так, чтобы он не снимал наушники, чтобы ему было? Нет? Там входит и кол-нидрый кусочек, там выходит. Гороший. Прикомпакт, я тебе скажу, что будет. Значит, «Ава-Мария» пойдет после этого? Да, после. А потом «Кадиш», после «Ава-Мария». После «Ава-Марии» и «Кадиш». Да, теперь дальше что? Это будет правильно. Дальше что? После «Кадиша» что? А что после «Кадиша» у нас пойдет? Что там, да, есть дальше? Читай. Ну, там дальше идет «Романс». «Немарина». «Немарина». Потом идет «Ария Вертера» из оперы «Вертер». «Ария Вертера» пойдет после «Кадиша». Ария Вертера, да? Дальше. Потом «Ария Эльезера» из оперы. Не надо. После «Вертера» уже не надо. Меня не чувствует «Глинка». «Глинка», да? Потом «Глинка» пойдет, хорошо. Дальше после «Глинки» что у нас там есть? А Петров романс не верит? Петров романс. Лаубник Пайнхай. Дальше я бы дал хрень. На фританское там уже. На фританское там уже. Тоже очень аплитанское. Концертная ария. Монцерта. Соловьи и Руза. Монцерта. Субтитры подогнал «Симон» 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 Он не дрянь пошел. Уже да. Наташа. Это окончательно. Это египерская молитва, которая произносится Кантором перед началом второй половины. И что у нас идет Кадиш, да? Спроси у Александровича. Кадиш — это поминальная молитва отца. Михаил Давыдович, наушники снимайте, а то он вас нет. Теперь Кадиш, как ему точно это на русский язык перевести? Поминальная молитва по отцу или что? Нет. Кадиш говорится и, как вот, поминальная молитва, и говорится перед и после каждой молитвы, и субботу, и дневную, и все праздники. Это самая неотъемлемая часть. С нее начинается и кончается богослужение. И оно же произносится как поминальное тоже. Там добавляются отдельные слова поминальные. Теперь записал я это с хором Гевантхауза в Лейпциге. 25 неевреев поет, один я был еврей. Положение, значит, этот самый романс русский, как он там? Романс «Не вере дитя». Есть, не вере дитя. Есть, я помню еще одно мгновение. Анатолий Сергеевич, у нас достаточно мало времени. Давайте будем сразу... Трек Кадиша? Да. Трек Кадиша, третий. Нет, там еще одна молитва, которую я не рекомендую. Трек Кадиша, третий. Кадиш, да. Так, дальше еще. Пусть это идет русский романс. Какой лучше роман взять? Давайте сейчас можем обсуждать. Давайте. Из русских романсов? Либо Глинку, либо Петрова. Что лучше? Я бы взял еще третий, называется «О, позабудь, буду и увлечение». Вот это вот, I remember a wonderful moment, что ли? Да. Какой трек? Это десятый трек. Это же после этого пойдет десятый трек. А он идет как раз 3.43. «Ein Augenblick ist mein Gewesse». Десятый, после десятый. Так, десятый. Кадиша десятый? Десятый трек, да. Кадиш 4.30 идет. Нормально. Так, а дальше что, Михаил Дарькович? Десятый трек. Десятый трек. А может быть возьмем концертную арию? Ну, как хотите концертную. Сколько она идет? Лучше концертную арию. Четыре минуты. Она идет... Нет, не пойдет. 6.56. Нет, не пойдет. Ну, давайте огонь залыхаем. 2.22 идет. Я помню, что он не знаменит. Или возьмите с другой записи Алилила Янидыш. Вот Алилила Янидыш обязательно надо брать. Это классно. Тогда можете сразу после этого взять Алилила Янидыш. Сейчас, сейчас мы решим. Сейчас, я еще все ищу. У нас есть еще запасы. Пока звучит. Конечно, есть. А потом надо действовать. Как называется... Там уже есть, наверное, несколько вещей. Треков не надо. Десятых, двенадцатых. Так. Что это будет? А какой номер идет? Вот. А вот это... А, вот она. Оглазололыхаем. Вот она. Она последняя. Мы можем взять отсюда. Саш, как называется? Не забудьте, как называть этот роман? Вот этот? Да. Не позабудь что-то. Как называется правильно этот роман? О позабудь. О позабудь, былые увлечения. О позабудь, былые увлечения. Наташа, запиши. О позабудь, былые увлечения. Пушкин. Но это не Глинка, это неизвестный автор музыки. Нет, есть автор. Есть автор. Есть автор. Котляревская. 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 Вот это трио метрополитен, да? Ага. Это играет трио метрополитен, да? Скрипка, рояль, виолончель. Не, это нью-йоркская метрополитен. Да, нью-йорк. Это записано в Нью-Йорке. Что мне запомнить? Как называется драмат? Никогда не запомнился. Запомнил? О позабудь былые увлечения. О позабудь былые увлечения. Котляревск. Стихи-то Пушкина. Стихи Пушкина, да? Не знаю. А там, по-моему, дайте-ка на мелодку. По-моему, Пушкин. Глинка, это Пушкин, это я знаю. Здесь кто написал слова, я не знаю. Нет, не написано ничего. Наш старинный русский роман. Может пройти за Пушкиной. За старинный русский роман. Он полуциганский. А вот передача сама в 6-15 пойдет, да? До 7-го? Почти. Я сейчас его увезу в гостиницу, поехал в консерваторию. Мне же нужно еще... Так, вы привезёшь его к 6-ти? А на сколько? К половине 6-му. К полушестому. Ну, без этого. Ну, хорошо. Это подойдет. И 12-й. Вот с этой, да? Мы еще добавим две песни сейчас. Сейчас две идушевские песни. Они коротенькие, по 2 минуты. Потому что она, значит, в витерске. Это совсем другой голос. Все идет на... Это лучше. Латаш, ты знаешь, витерские песни? Не знаешь. А ты говоришь. Все перед тобой русская девушка. А ты говоришь, не, я искренне. А он не знает. Конечно, что. Ну, народ... Ну, муж считай. Ну, народ избранный, это известно. Что же, без автора, даже запиши. Не аппаратарская танка. Гарна, ты не об этом. Да, не об этом. Непоскорный, сеньор, пице. Тебе, калина. Гарна, ты не об этом. Да, это нормальная еврейская игра. Можете уходить. Когда ему надо, так он влезет в одно место без мыла. Ну, еще как. Уж не надо, что он оскорбит всю радиостанцию, поставит. Заявив, что это ритуальное, кошерное вино. Поздал две бутылки. Все бросились пить, но не я и вино. Выстрешил сок. Наташка, значит, будет 18 минут. Мы сейчас добавим еще 5 минут, как минимум, и все будет нормально. Мне под две, там, две двадцати, две десяти. Поговорите больше о чем. Есть одна очень классная колыбельная, потрясающая. Да, нет. Непоскорный, сеньор, 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 сеньор. Подойдет? Подойдем. Вот, берем кассету. Ничего себе. Сейчас там припев вообще обалдает. Даже я все понимаю, поэтому хорошее. Мы сошлись. Маэстро хочет получить запись передачи, в какую-нибудь участие. Задайте про кассету. Прошу. Пусть будет мир между народом. Пусть народы между собой больше не воюют. Пусть творится имя. и и и и и и и и и кстати написал эту песню московский композитор ямпольский ямпольский старый ямпольский который жил еще когда я уезжал вы уезжали в каком году? в 71 в 17 был жив один ямпольский из Сюля из Ай это не он это Абрам Ильич же умер, Марк Ильич умер это композитор ямпольский который лично мне подарил эту песню вы не помните как его звали? а? да он он ямпольский да ему было 80 лет когда я уезжал он всю мою книгу и ждал как назвать всю книгу и ждал? Аглэзэлэлэхайм так немножечко выпьем так и напишем я так он аглэзэлэлэхайм и аглэзэлэхайм он Субтитры подогнал «Симон» 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 После этого я уже здесь четвертый раз. Два раза я гастролировал, один раз был частным образом, и сейчас приехал по приглашению на концерт. Да, у Михаила Давидовича будет концерт в Большом зале консерватории 26-го, то есть завтра вечером. Концерт, в котором будет звучать и ритуальная музыка, и народная музыка, и те произведения, к которым привыкли слушатели Михаила Александровича, которых еще очень и очень много. А сейчас мы начнем слушать музыку. Как-то я не очень люблю многие разговоры в начале передачи, даже с таким высоким и желанным гостем, как Михаил Давидович Александрович. И мы сейчас послушаем еврейскую песню, а так и называется песня на еврейском языке, песня на едише. Вненья, я послушайте, в нем нечуть раньше. Играет музыка 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 Текстовые тексты могут быть импровизированы разными канторами различно. Есть один общий стержень, но вариации на этот музыкальный стержень зависят от таланта кантора. Понятно. Так, тебе более-менее ясно, что кантор и хазан одно и то же. И, в общем, это пение импровизационное, но в определенных канонах, разумеется, совершенно верно. Но я сейчас позволю себе в рамках передачи «Музика стрикта», которая идет на волнах Эхо Москвы, каждое воскресенье в 18 часов 15 минут, несколько отвлечься от конфессиональных подробностей и послушать музыку совсем другой конфессии в исполнении моего гостя Михаила Александровича. Это Аве Марье Баха Гуно. Аве Марье Баха Гуно. Аве Марье Баха Гуно. Аве Марье Баха Гуно. Санта Мария, Санта Мария, Мария, Санта 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 Мария, имя Гуно Баха, потому что Гуновец сделал одну очень любопытную вещь. Он взял прелюдию, клавирную прелюдию Баха и написал свою тему. А прелюдия идет так, как он написал Бах в качестве аккомпанемента здесь. Знаменитая «Аве Мария Бах Гуно». Ну, напоминаю, что в гостях в радиостанциях «Москва» сейчас со мной рядом в студии находится знаменитый темор Михаил Александрович, который бил сочинение Баха Гуно. Итак, я продолжу свой разговор с Михаил Давидовичем. У меня очень много к нему вопросов, я даже не знаю, с чего начать. Скажите у вас, Михаил Давидович, насколько я понимаю, вы иммигрировали сразу после 70-го года. В конце 71-го года. Вот тут есть одна любопытная подробность. Люди моего поколения и старшие, естественно, они привыкли слышать вас не только в сольных концертах в Большом Зале Концерватории. Ну, в синагоге, кстати, вы в Москве пели в синагоге тоже. Я пел в Москве в синагоге в 1946 и 1947 году. А уже потом мне не разрешили больше. Понятно. Вполне понятно. И даты совпадают. Ну, скажите, пожалуйста, вот мы привыкли слушать вас не только в сольных концертах в Большом Зале Концерватории, но и часто и охотно участвовали в сборных концертах. Таких концертах, где вы могли участвовать вместе с Мироновым, с Минакером, с Фасманом, с Утесовым и так далее. Ну, как-то, мне кажется, вы очень ценили и любили вот эти громадные и большие концерты мастеров искусств. Итак. Для меня это было не совсем привычным в начале моей певческой карьеры. Я был воспитан для сольных концертов и для синагоги тоже как сольные пения. Эти сборные концерты были очень популярны вскоре после войны. Да. Тогда люди, очень скучавшие по разным видам искусства, изголодавшиеся во время войны, они хотели в одном концерте послушать всевозможную разобразную искусство. И увидеть своих любимцев. И увидеть в одном вечере большинство своих любимцев. С другой стороны, мне, как только начинающему в Советском Союзе свою карьеру, для того, чтобы познакомить со своим пением обширную массу слушателей, я был заинтересован участвовать в этих концертах, которые давали мне возможность приобрести популярность. Понятно. И насколько я помню, точнее не помню, я это знаю, вы родились в Латвии, да? Я родился в Латвии. И начинали свою музыкальную деятельность, и музыкальное образование получили в Латвии. В Латвии. Ну что ж, теперь все-таки я хотел бы вернуться еще раз к пению ритуальному. Мы сейчас будем слушать знаменитые еврейское песнопение, религиозное Кадиш. Если можете, то есть, конечно, я просто вас спрошу об этом. Михаил Андреевич, объясните нашим слушателям, что такое Кадиш. Слово это слышат все, кто знает музыку, и особенно еврейскую музыку. Но толком никто не знает, что это значит. Это молитва о поминовении. Не только. Это хвала Господу Богу. Мы обязаны хвалить Господа Бога в любой ситуации нашей жизни. В тяжелых, трагических, в обыкновенно повседневных и в праздники. Так что этот текст ежедневно произносится три раза в трехразовой молитве еврея каждый день. Перед началом и под конец службы обязательно произносится Кадиш. Он же произносится как поминование на кладбищах и в дни поминования усопших в синагогах. Так что это неизбежный, неотъемный элемент наших молитв. Это хвала Господу, несмотря ни на что. Это хвала, которую возносил по Библии знаменитый, библейский, знаменитый по легенде, по мифу Йовов. Шорт послужен Кадиш в исполнении Михаила Александровича. Танечка, прочти, что там дальше. Следующая вещь. Как романс. Оба забудь, было и увлечения. Как? Оба забудь, было и увлечения. Автор Котлеевская. Звук. Атолия. Ата. Сuning. Непри. Ата. Субтитры подогнал «Симон» 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 Записано в прошлом году. Хор Брежневский, да? Хор Геванхаус. Это известная хор. Мировая хор. Геванхаус оркестр. Уже соль. Уже сколько он? Уже сколь пол. У меня там был единственный еврей. У нас не было. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Аминь. Внимание. Откуда больше, что у него были. Ведущий, слушай песню. Он говорил, что это мужской хор. И вообще на сцене, во время записи один еврей был. Это я. Остальные немецкий хор. Метон мейстеры. Все немцы. Понимаю. В Германии должен был прозвучать. Кадиша, это очень красиво. Трогательная молитва. Даже так сказал. Теперь будет такой вопрос. Михаил Александрович, вы уезжали в 1971 году, и как ваш отъезд из Советского Союза, он прошел просто или были сложности? Это была, честно говоря, борьба за жизнь или смерть. Даже так? Да, я знал, что я был во большой опасности, потому что власти вначале вообще притворились, что они не знают ничего о моем ходатайстве, о эмиграции. Так длилось несколько месяцев, я в эти несколько месяцев вел очень упорную борьбу за нашу эмиграцию. Она велась внутри моими письмами в Центральный комитет партии, в Совет Министров, президенту Прежнему, во все инстанции, которые были связаны с этим вопросом, и не получил ни одного ответа ни на одну мою ходатайство. В Совет Министров было полное молчание. Молчание. Концерт его были, кажется, лишены в этот момент, концерт его уже не пели в этот момент. Когда прибыло приглашение мое на эмиграцию из Израиля, на следующий день или второй меня вызвали в мою концертную организацию и сказали, как вы знаете, Михалович, мы сейчас составляли годовой концертный план по стране, и на вас не прибыла ни одна заявка, поэтому вы должны знать, что в будущем году у вас работы не будет. Да, но это надо учесть, что до этого на мои концерты были гораздо больше заявок, чем я мог дать концертов. Я догадываюсь. И вдруг в филармонии не захотели больше меня принимать. Это был сигнал, что мой вызов, который мы получили, прошел не только через одну почту, а уже стало известно сразу тем, от которых зависел мой выезд. Все ясно. Просто я вчера смотрел по телевидению программу Парфенова, которая называется «61-91». Это вместо программы «Намеди» сейчас идет такой исторический обзор, биографию нашей страны с 61-го года по 91-й год. Вчера как раз был 71-й год. Парфенов так сказал очень буднично. Начался выезд евреев в Израиль. Вот вы один из тех, кто выехал в 71-м году. Значит, все было не так просто, не так буднично. Нет, в течение 12 месяцев шла эта борьба. Она началась уже не здесь, а продолжалась за рубежом. Мы под тайной, секретной почтой при помощи интуристов передавали копии писем, которые мы посылали вовнутри страны. Эти интуристы передавали по адресу на Западе. И там началась борьба за мой выезд. Мое имя было хорошо известно там. И кончилась эта борьба через 12 месяцев после задачи, после отдачи документов, когда в то время секретарь Организации Объединенных Наций, УН, УТАН, выступил на пресс-конференции. А он был сагитирован Голдой Меир, который получал мои письма, и председателем Израиля в Организации Объединенных Наций. Он выступил на пресс-конференции среди других вопросов. Он сказал, что вот меня обвиняют, что я не помогаю евреям эмигрировать из России. Так вот я хочу вам сказать, что у меня в портфеле лежали 800 таких заявлений. И среди них одно, которое меня очень взволновало, такого известного там кевца Михаила Александровича, я не могу понять, почему советские власти не выпускают его. Эта пресс-конференция, конечно, попала сюда по адресу. Потому что на следующий день меня вызвали, мне позвонили из-за ВИРа и сказали, что из канцелярии Косыгина прибыло разрешение на вашу эмиграцию. Понятно. Очень любопытная история. Сейчас по этому поводу мы послушаем старинный русский романс, который базирует Котляревский. Вот текст этого романса вполне соответствует. К тому же сейчас восстал мой гость, Мишел Давидович Александрович. Танюш, что дальше? Неополитанская танго. Я не мешаю, если бы вы получили. Так. Не рожигай заслужившие мучения, не воскресляй минувшие мечты. Не вспоминая о том, что позабыто, Я не точно верен, как тебе. Сердцу конец, прошедшее, Распида огонь потух и не дает тепла. Трио, которое аккомпанирует Дюй. Трио из метрополитенной оперы. Просили прийти ко мне 7 часов, ребят. Написали с одной вещи, а имя тут у вас в Нью-Йорке. Ну, то не было. Здрасте. Здрасте. Это правда, все, что никто не сказал, что мне выгнал «Джо Лаэнда». Как будто вообще-то нас не подсекаем. Все, благодаря вам. А, ты придешь к нашему? Да, конечно. Слушай, дай мне там пакцики. Там пакцики. Нет, 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 нет. Там пакцики. Все, все. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Таня, как называется следующая вещь? Так... Песенька на идиш ПЕСНЯ ПЕСНЯ Внимание! Неапританское танго в исполнении гостя радиостанции по Москве Знаменитого теория Михаила Александровича А вы слушаете передачу музыки «Стрикты», которую ведет Анатолий Агамир Михаил Давидович, итальянские песни были чрезвычайно популярны В вашем исполнении, в ваших концертах в Москве Не только в Москве, а вот, кстати, вот эта деталь абсолютно от меня узкользнула Вы появились в Москве, Снежмайск, где-то в 49-50 году, да? Нет, я гораздо раньше появился Я появился в Москве в 44-м году, когда еще шла война И меня латвийское правительство из эвакуации на Кавказе вызвало в Москву, как свой кадр Да, и я тогда приехал, и мой первый концерт в Москве состоялся еще до окончания войны в колонном зале Союза Вы вообще часто пели в колонном зале и потом в большом зале концерватории? Да, следующие концерты уже больше происходили в большом зале консерватории и в зале Чайковского Но вы в основном выступали под фортепиано, вы редко выступаете В основном, но были концерты с симфоническими оркестрами в зависимости от программы Если моя программа была посвящена оперной музыке, то никогда такие концерты не жили по такому теме от рояля Потому что оперная музыка должна звучать в своем оригинальном звучании Под рояля она гораздо хуже получается Остальное у меня были под рояль, конечно, большинство под рояль концертов Но были еще и сопровождение, скажем, квартетов Это был квартет, скажем, Бородина, с которыми я выступал и делал много концертов по Советскому Союзу Тогда они были совсем молодыми И тогда еще даже не назывались Бородинами, а просто концерт, квартет Московской Ченармонии Это как-то от меня ускользнуло, это с маларки Были концерты, в которых участвовал орган, когда я пел вот такую церковную музыку И даже иногда клавесин, когда я пел специально произведения, скажем, Гайдена, Баха, Глюка Написанные для голоса и клавесина Скажите, пожалуйста, Миколай Николаевич, вот такой вопрос, не совсем музыкальный вопрос Мне интересно Вот вы долгое время жили в Советском Союзе, то есть в России До этого были в Латвийском гражданином Потом вы уехали в Израиль, потом в Соединенные Штаты Сейчас вы живете в Германии, в Гамбургии Скажите, пожалуйста, а вот все-таки Я понимаю, этот вопрос такой, но он актуальный сейчас для всех У вас были годы ваших долгих С 71-го года, западных странств, у вас была ностальгия по концертной жизни в Москве, по России и так далее Это был вопрос совершенно искренний Я не верю тем артистам, которые всю жизнь выступали Для русских слушателей, для слушателей России и бывшего Советского Союза Чтобы кто-нибудь из них не испытывал это чувство ностальгии Есть что-то такое в бывшем Советском Союзе было И осталось в самой публике Такого, чего мы не нашли на Западе Я не могу даже объяснить словами, что я нигде не получал такого приема внимания и понимания, как я получал в этой стране Меня хорошо приняли на Западе Особенности я пел там более для еврейской публики Но уже с первых лет я стал вспоминать и скучать по моей публике, которой я привык и любил И которая меня так любила, как в Советском Союзе в прошлом И надо сказать, что когда 21 год назад Нет, простите, я ради Бога Когда я во Флориде жил в 89 году Я услышал телефонный звонок из Москвы от одного уже тогда импрессария из новых И спросил он меня, не хотите ли вы приехать в Советский Союз, в Россию В необычу Советский Союз Я несколько растерялся и говорю, а неужели меня там еще помнят? Он говорит, вас все помнят и все так же любят, как любили и все хотят вас снова послушать Вы приедете, я говорю, я приеду и я вам не выдвигаю никаких материальных условий Я приеду, потому что я не ожидал, что я когда-либо получу такое предложение И мой теперешний приезд, если хотите знать, по существу и частности Основным двигателем было снова петь в большом зале консерватории Где я начинал мою большую карьеру А сейчас я считаю, что я заканчиваю И мне хочется петь еще раз в жизни в этом зале Спасибо, я должен вам только напомнить, но вы, наверное, сами знаете без меня Во-первых, вас никто не забывал, даже ласково и шутливо называли Александровича Это Бель Кантор, вас не так звала русская публика Сейчас мы послушаем с вами Мишел Давидовича Александровича Так называется песенка на идиш, идиш в аргон европейских евреев Пожалуйста Больше ничего не пройдет, даже это до конца не пройдет Вот ты ее уведи, я просто попрощаюсь Да, но потом уже попроще, когда в две минуты поиграем Хорошо, дочка Моя камень не мешала? Спасибо Музыка Я слегка ее уведу, а потом до конца часа ее доиграю И скажешь мне просто время? А что я, что вы? Ну, ты все равно ничего скажешь Мы вроде с гостями как-то Я буду петь сопровождение хора Мы вообще будем без времени На этом заканчивается передача музыка Стрихтон на волнах радиостанции «Эхо Москвы» У нас в гостях был знаменитый тенор Михаил Александрович Передачу провел Анатолий Агамирович с помощью звукорежиссера Татьяны Киселевой Я прощаюсь с вами В первую очередь я благодарю Михаила Александровича Что он нашел время и возможность прийти к нам И мы тут все в студии Надеюсь, что и вы наслаждались его искусством Спасибо, Михаил Александрович Всего хорошего Радио «Эхо Москвы» В Москве 19 часов Скачки Я в этом только что попросил ее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому